Дмитрий Рогачев, председатель группы Кавжиев и коллеги. В первую очередь, позвольте приветствовать вас от имени ФНКЦ детской гематологии, онкологии и монологии Дмитрия Рогачева. И темы нашлись... А, вот, извините. Все, да, все, извините. Собственно, о чем мы будем говорить. Безусловно, за 10 минут осветить какие-то нейрохирургические аспекты, нейрохирургические принципы невозможно. Фактически это невозможно сделать и за 10 часов. Но мы должны поговорить о роли нейрохирурга, который работает в нейроонкологической команде. Собственно говоря, основной принцип работы нейроонкологии, собственно, и всей онкологии, это, первое, это мультисептарные подходы, это, второе, протокольное лечение больных. Ну, не только в нейроонкологии Дмитрия Рогачева, но в любой нейроонкологической группе, собственно, задействовано очень много врачей разных специальностей. Это нейрохирургки, это лучевые терапевты, это специалисты полухимиотерапии, это диагностические службы, патоморфология, реабилитационные службы, поликлиника. И никто в одиночку не может полностью решить проблему лечения больных. Собственно, в первую очередь это также относится и к нейрохирургу, потому что, собственно, хирург или нейрохирург в нейроонкологической ситуации это достаточно такая сопоставительная фигура, он делает собственные операции, допустим, он удаляет аппендициты, он, собственно, на этом вылечил больного, или он поставил шунт, голова прекратила расти, ребенок стал развиваться, он забирает коньяк, он доволен собой. И на этом фактически лечение заканчивается. Но если такое происходит в нейроонкологической клинике, то, собственно, больному он больше причинит вред, чем пользы. Потому что протокольное лечение подразумевает, в общем-то, определенную роль любого специалиста вот в этих вот очень сложных схемах, где есть роли и хирургии, и лучевой диагностики, и химиотерапии, причем на строго определенных местах. Согласно строго определенному таймингу. И как никакой детали, допустим, в часах не может работать, крутиться в собственном ритме, в собственном пожеланиях, так и любой специалист в этой команде не может работать, как он считает нужным. И, собственно, основное, как бы сказать, критерий хорошей работы онкологической команды является возможность выполнения этих сложных схем. Я не говорю про конкретно данную схему или другую схему. То есть должен выдерживаться тайминг, должны выдерживаться сроки там операции, лучевой терапии, химиотерапии, дозы и так далее. И чем ближе идет вот это вот соответствие реальной работы идеальной картинки, тем, в общем-то, благоприятнее оцениваются результаты всей работы команды, тем благоприятнее исход больного. Вот, собственно, вот наша нейроонкологическая команда. Мы показываем только за тем, что, собственно, нейрохирургов здесь вот только два. А это вот это, ну, вот это вот, вот. А все остальные это не нейрохирурги. Но именно за счет вот слаженной работы всей этой команды может быть осуществлено общее взаимодействие и общий хороший результат. Еще раз, нейроонкологическая команда и этапы лечения. На каждом этапе, в отличие от, собственно, неонкологических заболеваний, фактически, собственно, вся команда принимает участие в обсуждении. Потому что, ну, сейчас достаточно, по крайней мере, в России, достаточно такой распространенный образ работы, что в первую очередь больной попадает на нейрохирургу, он сам по себе что-то удаляет, потом куда-то отправляет больного, и на каком-то этапе он уже попадает к онкологу, если ему вообще повезет. И только тогда уже продолжается лечение. Но часто бывает это уже поздно, и та информация, с которой бывает у онколога, она достаточно редка. Ну, бывает абсолютно недостаточно для продолжения лечения. Потому что вот разбирая больных, разбирая случаи, которые присылаются из регионов, какие вопросы в первую очередь, что было с больным, что сделано, какая сделана операция, какая получена гистология, как он отстадирован больной, что мы имеем на сегодняшний день, и только потом, собственно говоря, что делать, и кто виноват. Но пока больной находится на хирургическом лечении, ведь какие принципы онкологической хирургии, такие общечеловеческие. Не все, что в онкологии хирург видит, надо удалять. И наоборот, не все, что он не видит, надо оставлять. Часто надо, ну, это больше в общей онкологии, не в нейрохирургии, надо оставлять, убирать определенные группы лимфоузлов, которые, в общем-то, не видны на снимках, надо убирать определенные группы тканей, которые тоже вроде то ли поражены, то ли не поражены опухолей. И когда это делает часто общий хирург, он делает это не так, и бывают ошибки. В нейрохирургии принципы за многие годы по большому счету не изменились. Все равно мы стараемся удалить максимальное количество опухолей, оставив, сохранив какие-то функционально важные образования головного мозга, чтобы не причинить больному тяжелый неврологический дефицит. Но эти принципы, они и в нейрохирургии, и в онкологической не абсолютны. Потому что операция, это может быть удаление опухоли, это может быть биопсия, там, и стереотоксическая, эндоскопическая. Иногда этого бывает достаточно. Потом идет стадирование опухоли по разным принципам. И какая основная часть послеоперационной работы? В первую очередь, это должно быть, мы должны оценить объем удаленной опухоли. В первую, ну, уже говорилось об этом на предыдущем собрании, в первые трое суток именно нейрохирург должен отправить больного на МРТ без контраста и с контрастом. Потому что, иначе мы получаем такую ситуацию, вот вы видите больного, который мы удаляли большую опухоль задней ямки, и мы видим, что в первые МРТ в первые 48 часов здесь нет ничего, это радикальное удаление. Через две недели мы повторяли эти же исследования, там по поводу спины случайно захватили заднечерепную ямку, и мы видим большое накопление в заднечерепной ямке. Если бы это было первое исследование, то дальше было бы абсолютно неясно, или это остаток, или это вот такие вот уже послеоперационные накопления, которые возникают уже после третьих, четвертых, пятых суток. Но это не теоретический вопрос, это практический вопрос, потому что если это первое исследование, то что делать дальше, это продвинутая стадия, надо доудалять, надо делать новую операцию, усиливать терапию, переводить на другую группу. Часто из регионов, часто из крупных клиник приходят исследования, сделанные после третьих суток, сильно после третьих суток, на которых уже не ясно, что произошло, что, так сказать, что сделано на арахирургам. Вот другой пример. Вот у ребенка с большой опухолью, эпидемомой, который распространяется в четвертом желудочке, паростволовое распространение. В общем-то, практически все было удалено, было удалено все из самых неприятных участков, но вот видно, в первые сутки вот осталось небольшой участок в четвертом желудочке. И в этом случае, поскольку это эпидемома, она плохо чувствительна и к лучевой, и к химиотерапии. В общем-то, протокол однозначно велит это удалять, и онкологи велят, и ничего с этим не сделаешь, и пришлось брать ребенка на вторую операцию, как бы это неприятно не было для всех, особенно, конечно, для хирурга. И дальше идет ситуация со стадированием, потому что, собственно, больной должен быть передан онкологу уже в достаточной степени отстадированным, тогда будет легко принимать решение, что с ним делать дальше. Часто во многих клиниках, в крупных клиниках хирурги считают, что вот он хирург, он должен оперировать, а дальше что происходит, это трава не расти, там это дело онколога, делать спину, делать голову, но в первые трое суток больной в любом случае лежит в отделении нейрохирургии. В самых лучших клиниках все-таки выписывают, но в лучшем случае на пятые сутки, а пятые сутки это уже поздно. Соответственно, если в первые трое суток нейрохирург не отправил больного на МРТ, то потом уже будет эту информацию не получить никогда. Ну вот уже мы много говорили о исследованиях спины, о вот этих вот контраст-позитивных накоплениях субдуральных оболочек. Обычно всегда говорят, что вот эти накопления не являются метастазами, и, собственно, действительно так. Но бывает более редкая вещь, когда именно эти накопления скрывают настоящие метастазы. Когда вот это исследование было получено в первые двое суток после операции, удавление большой опухоли заднечерепной ямки, мы, конечно, его повторили через две недели, и мы получили, что на самом-то деле метастазы есть. Вот они, эти метастазы, которые скрывались этими контраст-позитивными накоплениями. Ну вот это, в общем-то, такое подтверждение общего правила, о котором надо помнить. И опять же, возвращаясь к тем вопросам, которые получает онколог, что это за опухоль? Если опухоль пересмотрена только по месту жительства, то в большом количестве случаев бывает, что при центральном референсе диагноз меняется на абсолютно противоположный. Вместо астроцитомы дают глиобластому, вместо глиобластомы дают астроцитому, сколько раз такое было. Должны пересматриваться данные лучевой диагностики, но пересмотры планов лучевой терапии к хирургии не относятся. И выполнение этих условий на ранних стадиях четко, совместно и скоординированно дает возможность, в принципе, начать лечение примерно через две недели. Ну, четыре недели обычно считаются максимально допустимым сроком. Но часто, когда нейрохирурги отправляют, даже из крупных центров отправляют больного куда-то по месту жительства с рекомендациями пойти потом к какому-то онкологу, то это кончается тем, что две недели его держат сначала в своей клинике, потом он приезжает домой, там он отсыпается, отъедается. Через месяц он приходит в местный онкодиспансер, где, в общем-то, лечат молочные железы, где никогда не видели ни детей, ни опухоли головного мозга. Им с ужасом говорят, что такое не лечат, надо идти к врачу. Они начинают искать какого-то нейроонколога в каких-то центрах. И приезжают через полтора-два месяца уже с продолженным ростом или без продолженного роста, но без всякой информации, без пересмотра гистологии, без верификации стадии удаления, без спины и так далее. И через полтора-два месяца все начинается фактически заново. Даже самый хороший результат операции ребенка с опухоли головного мозга, если через ближайшее время не начато лечение, то результат хирурга через месяц уже превращается в тыкву. и требуется дополнительное исследование. Ну и какие-то частные вопросы, нужен ли шунт до операции. Во многих статистических исследованиях показано, что водянка, вызванная гидроцефалией, в 90% случаев разрешается после удаления опухоли. В 90% случаев разрешается после удаления опухоли. Только в 10% случаев после удаления опухоли понадобится шунт. Соответственно, желательно по месту жительства рация максимально не ставить шунт, потому что дальше он приносит очень большие проблемы. Если надо делать какую-то шунтирующую операцию, чаще всего операцией выбора может быть эндоскопическая тривентрикулостомия. То есть надо максимально держаться этих позиций, только в каких-то уже совсем крайних ситуациях ставить шунт. Вот примеры. Больной один месяц, прибывший из региона, он поступил с такой огромной опухолью заднечерепной ямки и с огромной водянкой. В принципе, у него не было выраженной гидроцефалии, но по месту жительства мы поставили все равно шунт, желудочки тут же слиплись, потому что шунт был такого еще особо злостного низкого давления. Соответственно, у нас были очень большие проблемы в получении гистологии, а опухоль была фактически медулобластома, но с этим экстенсив модулярити, которая очень хорошо ответила на химиотерапию. Которая хорошо ответила на химиотерапию, и вот эта ситуация после химиотерапии без всякой хирургии, когда вся опухоль была вылечена консервативно. Еще частный вопрос, который тоже часто решается взаимодействием нейрохирурга с онкологом на дооперационном этапе, это герминативно-клеточные опухоли. Их часто можно заподозрить уже по клинической картине, клинико-рингенологической картине. Часто в клинике это не сахарный диабет. Если вообще пришла в голову мысль о герминативно-клеточной опухоли, сразу берется анализы на маркеры, это фетопротеин, бета-хирургический гонадотропин, и в большинстве случаев при их повышении опухоли вообще не требуют хирургии, либо требуют только биопсии, но никак не удаления. Вот лечение прекрасно осуществляется консервативно, вы это знаете, вот больной с герминомой, такой бифокальный, до лечения и после лечения. Вот ситуация другая, вот по месту жительства поступил больной с предположительно диагнозом герминома, и по месту жительства считается, что это герминома, но это чисто хирургический подход, у него опухоль, у него водянка, и даже в принципе, да, она похожа на герминому, и наверняка это герминома, и так и считали по месту жительства, что герминома, но что в таких случаях желательно делать? При выраженной водянке сделать эндоскопию, сделать биопсию, а еще до операции сразу взять кровь на маркеры и при операции взять ликвар на маркеры, потому что мы часто видели при герминативных клеточных опухолях в крови маркеров нет, в ликваре маркеры есть, это тоже дает диагноз. И на этом, собственно, диагностика может быть закончена и можно переходить к лечению. Вместо этого поставили шунт, маркеров не взяли, соответственно, мы по-прежнему не знаем диагноз с опухолей, хотя, наверное, это герминома. Сделать эндоскопию с биопсией теперь чрезвычайно проблематично, потому что желудочков нет, и, в общем, эта ситуация, формально не являясь ошибкой, по сути, ситуацию только не сказать ухудшила, но усложнила, потому что все равно остается вопрос верификации этого образования, таким или таким образом. За недостатком времени мы пропустим ситуацию с нейробластомами. Хочу еще раз напомнить, что продолжается наша программа по установке резервуаров ОМАЯ в клиниках для больных с узкими желудочками, где по каким-то техническим причинам они не могут быть установлены. Уже успешно установлены, значит, в трех городах, четырем больным. Ну и что самое главное во взаимодействии онколога и нейрохирурга, что, собственно, такое взаимодействие должно быть, и это обеспечивает, собственно, общий успех лечения. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, огромное спасибо вам. И, в общем, все уже поняли, наверное, мы это давно знаем, что вы являетесь вообще образцом идеального нейрохирурга, который работает во взаимодействии с онкологом и не только имеет хорошие руки, но очень-очень хорошие мозги и желание работать с онкологами. И поэтому у вас такие хорошие результаты. Спасибо вам отдельно за это. Ну, хорошо, что вы ее слушаетесь. Что же делать? Есть ли вопросы? Потому что очень интересный, как всегда, доклад. Да, конечно, Ольга Григорьевна. Вообще не жили в нашей стране. У нас в 2000 году был организован кооперированный протокол по лечению медулобластома у детей, в рамках которого тотально выполнялась диагностика, стандартное лечение, причем это строго координировалось, диагностическое референсное исследование выполнялось почти для каждого пациента. Вы говорите о том, что мы не лечили никто регионы. Вот они уже 20 лет проводят лечение пациентов. Мне очень обидно, что к вам, наверное, поступают пациенты, которые где-то, как-то и кем-то, никем оперировались. Институт нейрохирургии Бурденко вот уже 20 лет прекрасно знает и владеет, какие контактные должны быть методы лечения у всех пациентов и кто должен координировать. Мне просто даже обидно, что вы совсем забыли об этом. Ведь протокол М-2000 у нас закончился в 2010 году, когда мы перешли на ХИТ, и вся страна у нас стала, вся страна, вся страна на сегодняшний день выполняет стандартную терапию по протоколу ХИТ. Могут быть какие-то нюансы. И Штефан говорил об этом, что у них тоже 25% были отходы от протокола, изменения или еще что-то, какая-то тактика. Но на сегодняшний день вот здесь сидят все регионы, они, поверьте, наверное, были шокированы, что вы сказали, что никто никогда в кооперации не лечил, и что только вы и, так сказать, сейчас хотите организовать. Все регионы 20 лет проводят кооперированное, мультицентровое исследование по лечению опухоли центральной нервной системы. И я, Сергей Сергеевич, вы участвовали в этом, вы были вместе с нами, почему по-другому все сейчас произошло. Это новая идея нового, так сказать, координатора нейроонкологической группы о том, что ничего не было, все стерто и все теперь, так сказать, отсутствует. Или это, так сказать, на самом деле вы не учитываете. Поверьте, мне даже обидно. Спасибо большое за ваше замечание. Что я хочу сказать, что вот это сообщение, это некий кумулятивный опыт, который был накоплен за эти вот фактически с 95-го года. Вы хотите сказать, что вы хотите участвовать в международном исследовании? Тогда так и говорите. Но в нашей стране операция на сегодняшний день существует. Безусловно. Что в Москве с 2000-го года была создана группа М-2000, которая без интернета ватсапов и прочего удалось скоординировать порядка шести клиник под руководством Ольги Григорьевны, которые по единой программе обследовали и лечили больных и получили хорошие результаты. И этот опыт, который, ну это не опыт, это в общем-то просто рассуждение о роли нейрохирурга, он был основан на вашей работе, на нашей общей, так сказать, координации. И что же еще это сказать-то? Что в Москве на самом деле, я просто не хотел подчеркивать еще раз эту ситуацию, потому что к Москве всегда отношения настороженные. Ситуация гораздо лучше, чем то, что мы видим в некоторых других, даже крупных нейрохирургических центрах, честно скажу. Я, как говорится, в старом мультфильме не хотел там приводить имен, хотя это был слоненок, но тот опыт, который был разработан вот благодаря взаимодействию института тогда еще детской гематологии и вами, ну и нашим скромным участием, там, института Бурденко, института рентгенологии, радиологии, собственно, вот именно этот опыт, он и лег в основу вот этого вот доклада, и когда мне пришлось перейти из института нейрохирургии ФНКЦ детской гематологии, вот допустим, в отличие от хирургов, для меня фактически ничего не изменилось в работе, потому что, как я работал последние 10 лет в взаимодействии с онкологами, так я и продолжил работать 10 лет в взаимодействии с онкологами, продолжали, да и не продолжали, мы начали говорить с ними на одном языке, и мы продолжили, что, допустим, было достаточно трудно для общих хирургов, которым пришлось сильно себя переломать, начинав работать с онкологами, то есть мы, ну, фактически, может быть, вы были одной из рода начальников вот этого взаимодействия, хирургов, онкологов, лучевых терапевтов, лучевых диагностов, патологоанатом. Я это говорю без... Мы начали, Сергей, спасибо. Давайте мы потом всю эту дискуссию продолжим.